Привет, Лесяни, гости-жители моего сказочного леса. Спасибо вам огромное за терпение. Вот прям сразу, прям с самых первых секунд ролика хочу поблагодарить каждого из вас за терпение, потому что я пропадаю, пропадаю надолго. Для этого есть обстоятельства, всегда разные, иногда не очень хорошие, иногда очень хорошие. Просто у меня жизнь как качели. Туда-сюда, туда-сюда. Наверное, как у всех, полосы, это же тоже качели, черное-белое, черное-белое. Вот так и качаемся на волнах своего бренного бытия. Есть у меня перед вами должок. Волк! Дождались. Это Лукас. Закончила 4 недели назад. Вроде мне сегодня какая-то из соцсетей подсказала, что месяц назад я его закончила. Обещала сделать финишное видео финальное. И все никак, никак не соберусь. Лежал он у меня не отглаженный. Стирать его нельзя категорически, эту канву. Это был экспериментальный проект. И сейчас у меня вообще по поводу него есть мысли. Очень интересные. Об этом в конце видео вам поведаю. Итак, Лукас на канве от МП-студии. Это авторская канва. 18-й каунт. Почему-то я сразу, как только увидела этих лисят, представила ее на вот чем-то подобном. Фирма у нас Анкор. Размер 12 на 14. Но в оригинальном наборе там 16-й каунт. Соответственно, у меня размеры совсем малюсенькие получились. Количество цветов 17. Креста, не четверть, а полукрест. Бэк и фрузелки. И фрузелки я не делала. По-моему, только на глазах там фрузелки. Начала я с третьей лисы. Почему-то я так их расположила мысленно на канве, что справа у меня была лиса номер 3. И начала ее 12 августа, закончила 14. Буквально там за два дня. Три дня. Нет, два. Один день я продыхала, как всегда. За два дня то есть ее можно вышить. И вот на этом звездном небе я ее... Поскольку первый раз я... Как я начинаю снимать, так то скорая поедет, то пожарная, то еще что-нибудь. Дай бог всем здоровья и благополучия. Так, я сделала ошибку. Вот вы видите космический мусор. Я его оставляла всегда. Ну, потому что в космосе много мусора летает. Оставленного, кстати, и нами, в том числе землянами. Все наши сломавшиеся спутники, все наши, как... Все, что выбрасывалось в космосе, оно там и остается летать на века. И даже больше, чем века. Но пока что все нормально. Не верите всяким лженаукам. Мусор не окружает нашу землю. И не перестанем мы... По крайней мере, из-за него мы не перестанем видеть солнышко. Видела я такое видео. Рекомендовали мне. Все там нормально. Но мусорить не надо. И детей своих нужно с самого начала учить тому, чтобы не мусорить. Так, и что я? В дебри-бри я до ушла. Как всегда забыла, что хотела сказать. Пока помню. Гладилась эта работа. Очень долго и тяжело. Боялась я на тройке гладить. Там рекомендовано на тройке гладить. Ну, потому что на двойке фиг проберет. Она настолько какая-то вот не деревяненькая. Или деревяненькая. Как картоночка такая тоненькая. И вот эти... То, что я сминала в руках. Я же не на пальцах вышиваю, а на руках. Эти заломы, они очень долго не хотели уходить. Вообще корявая вот эта канва. Гладилась, 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 гладилась. Но я упрямый человек. Я догладила. И вот, что у меня получилось. И, на мой взгляд, у меня более-менее получилось. Но в любом случае, когда отдаешь работы в пагетку, там их натягивают хорошенько. Поэтому все нормально. Пару дней, по несколько часов. И вот сколько готово. Еще звезды. Я не знаю, сейчас их вышивать. Или потом, когда уже все лисички будут на канве. Чтобы распределить правильно и гармонично эти звезды. А я еще раз напомню, что канва от МП-студии. Стирать ее нельзя, но гладить можно на тройке. И вот эти лисята будут фирма Лукас. Поэтому. Очень хочу. Будет, да, будет. Две луны. Две луны. Было бы три. Я бы и три вышла. Ничего страшного. Так что. Продолжаем работать. Дальше будет видно. Уже порола. Вот этот кусочек. Это хвосток. Но я оставлю. Чем больше звезд, тем лучше. Светлые пятнышки и все такое. Это все в небе. У нас много космического мусора. Потом я приступила к лисице номер один. Даже, не знаю, тоже ошиблась в ней. Слишком низко ее начала вышивать. Поняла, что мне не нравится, что я закрою. Я же хотела не закрывать вот эти созвездия. Я же хотела, чтобы можно было глазками путешествовать. Большая медведица, ну или малая. В общем, какая-то медведица. Неважно. Чтобы можно было разглядывать. Поэтому я не хотела. Максимально хотела, чтобы отдельно у меня все это было. Ошиблась, распорола. Вот здесь распорола. Потому что здесь космический мусор совсем не смотрелся. Пришлось его немножечко убрать, уменьшить. И здесь тоже у нас лукас анкор. Нитки 12 на 13 сантиметров. Это если 16 каунт. Вот у меня, соответственно, все меньше. Вышита одна лисичка. И уже, значит, другая. Вчера у меня был йокурный невышивун. До этого два дня был вышивун. А потом еще два дня невышивун. В общем, как-то вот... Нет, очень все хорошо. Мне все нравится. Здесь все гладко идет. Но личные, семейные какие-то жизненные обстоятельства, они не дают пока вышивать. Но это не хорошо и не плохо. Все у меня замечательно. Вы не переживайте. А то сказала, что сама мурашки пробежали. Все хорошо. Просто вот так вот получается. Не знаю я, где третью лису рисовать. Если вдруг рисовать... Рисовать... Смотрите, как она будет выглядеть. На шарике в виде звезды подвешенной. Мне не хочется созвездия как-то трогать, зашивать. Прошло уже несколько дней. Много даже дней мы побыли на природе. Я там вышивала другую лисичку на пластиковой конве. Там по студии. Я не помню, в общем... Честно, я не помню, на чем остановилась. Поэтому решила еще раз записать видео. Вот со своим стартом. Сейчас я начинаю вышивать. Хотя уже поздно. Уже где-то 12.55. Я обычно с утра вышиваю. Но сегодня были обстоятельства. Не скажу дела. Обстоятельства, не позволяющие этого делать. Так вот, поступило предложение. Где вышивать ту лисичку, которая на звездочке. И у меня еще... Бывает такое вот... Начинаешь читать комментарии, и вспышка в голове. Ты даже его не продолжаешь читать. А он тебя уже вдохновил на что-то новое. Сейчас я ищу глазами ручку. А почему бы вообще не разделить? Звездочку не вот здесь вышить. А там на звездочке, как на воздушном шаре, висит лисенок. Почему бы звездочку не вышить вообще где-нибудь вот тут, а сделать длинную ниточку вот сюда. Я подумаю об этом, пока вышиваю. Пока дошиваю слева лисиченьку. Он пока такой бледненький, кажется. Но он и будет бледнее, чем правый лисичонок. А еще у меня эта вышивка стала ассоциироваться с нашей недавней вылазкой в лес в поход. Поход? Такой статичный поход на Рессу. Река Ресса. Это что-то необыкновенное. Это действительно жемчужина Калужской области. Это... Она настолько разная, настолько удивительная. И мы застали звездопад. Мы просто лежали на поле, сидели, лежали, стояли, кто как. И смотрели, как падают. Понятно, что не звезды. Сейчас знатоки набегут. Я знаю. Я знаю. Но просто с детства это было. Вот звезда упала, загадываем желание. Вот так это осталось и сейчас в речи. Но в уме-то мы понимаем, что не падают звезды. Вернее, падают, но не звезды. И теперь у меня эта вышивка реально прям ассоциируется с Рессой, с тем звездным небом, с звездопадом. Я люблю ее в 10 тысяч раз больше, чем если просто бы она была. Я надеюсь, что это меня вдохновит быстрее дошить. Как не ведая вины в никуда из ниоткуда. Беспризорно, бесприютно шли по небу две луны. Вчера было очень мало времени на вышивку. И тем не менее, я закончила все крестики. Даже кое-где повышивала бэк. Ну, совсем чуть-чуть, только начала. Так что, да кажется иногда, что ничего не успеешь. А на самом деле все быстро как-то произошло. Все, вышиваю бэк. И сегодня у финиша этой лисички. И у меня еще одна мухоль возникла. Пока не буду вам говорить, чтобы не позориться по поводу третьей лисички. Где ее здесь можно выжить. Вот так выглядит еще один вышитый лисенок. Мое небо звездное растет. Лапочка такая сладенькая. Такие они добрые. В этом лисенке больше несчетного лукстича. Там в лапках прям аж пальчики проработаны. Я не стала вышивать прям пальчики. Я, ну как, просто обвела лапки и все. И еще где-то что-то я не стала вышивать реснички. Чуть-чуть подчеркнула, как вот мы карандашом выделяем. Но каждую не стала прорисовывать. Потому что, ну это все равно не видно. Там нитками сливающимися с цветом лапок было. И, ну не знаю, я считаю, это нецелесообразно. Только мудрить и кривые стежки делать лишний раз. Мой небосвод лисий. Здесь те же самые виды стежков. Начала 15 августа, закончила 22. Здесь я уже оторвалась. Я уже больше себе выходных начала. Расслабилась, расслабилась. То есть больше выходных начала себе выделять. И потому все так произошло. 22 августа, прямо сразу в этот же день, как только последний стежок был сделан в шве, стежок, бывший бэкстич, сразу же 22 августа начала третью лису, по названию Фокс-2, Лисица-2. Позади еще один вышивальный день. Я почти вышла лисичку за один вышивальный день. И начала ее звездочку, на которой она висит. Как я вам и говорила, звездочку не по схеме вышиваю выше, чем она, чтобы не трогать эти знаки, нарисованные на конве. И я не буду загадывать, что я сегодня закончу, что я такой герой. Нет, нет, нет. Как закончить, так закончу. Хочется, конечно, финишировать и оформить. Сама буду оформлять в августе. Сегодня у нас 23 августа. Значит, все реально. Вопрос в том, что у нас сейчас в Леруа Мерлен очень-очень плохие, некачественные рамки. Но по цене баснословные просто. Вообще. Это обычные фоторамки для постеров. Раньше они были какие-то резные, качественные. А сейчас малейшее уголком коснешься. Вот краешка стола. Чуть-чуть, не удар. Все разваливается. Все можно выкидывать. Это обидненько. При том, что я покупала рамку размером 21 на 30. Это альбомный формат. Обычный альбомный лист. И она рассыпалась. И это стоило 650 рублей. Где? Где вида на такое? Альбомный формат продается в фикс-прайсе. За 99 рублей. 149 максимум. Такого качества. Хлипкого. И точно такие же в Леруа Мерлен. Нужно еще будет зайти в отдел рамок. Там гораздо больше был выбор в Ашане. И бы смотреть там. Но из того, что в последнее время я видела, там очень оляпистые. Никчемные. Никчемные расцветки. Кому? Ну, в детскую, наверное, нормально. Ярко-зеленый вырви глаз. Ярко-желтый вырви глаз. Красная рамка. Ну вот, не знаю. Фиолетовая. Куда их лепить? Куда их? Ну вот сюда, может, фиолетовая пойдет. В общем, пойду прям с этой вышивкой, когда дошью туда. Буду примерять, прикладывать. Но фиолетовую я не хочу. Максимум белую. Вообще. Ну что это такое? Испортилось все. И еще цены. Надо будет не забыть вам поснимать в Ашане цены и разнообразие. А может, и в Леруа, может, бы согласился. Но я не знаю, как его опросить. Неудобно. Ради съемок. Ничего не покупая. Может, может, это... Если ему что-то вдруг надо будет там, тогда-то, а уж другое дело. Все, пошла вышивать. Хватит болтать уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... цена гораздо дешевле чем в леруа но качество тоже вроде норм как там сейчас я помню что я у вас спрашивала что как мне сделать чтобы шарик не прикрывал созвездия но я таки нашла как это сделать и просто удлинила удлинил длину веревочки простите за тавтологию она умышленная из-за того что не понравилось я даже не знаю вроде все нормально все быстро вышивалась без нареканий наверное не понравилось только то что вот эта канва там по студии она не 30 на 40 она далеко не 30 на 40 она что-то там 35 на 27 вот какие-то такие цифры которые не дорисуешь же не дошли уже если самой стандартную рамку пытаться уложиться то ну ничего уже поделать нельзя а у меня для этой работы была рамка которую когда-то барсик разбил очень красивая под старину я ее отреставрировала но на 30 на 40 в общем не подходит я не знаю я не хочу ничем наставлять это выглядит колхозом если я уж сама оформляю я предпочитаю и у меня нет подходящих обоев я делала паспорту из обоев я тоже вам все обещаю показать как но когда-нибудь я соберусь может быть не может уже не в калуге а когда мы в москве чтобы у меня было побольше простора на столе сейчас у меня просто завал из-за того что мы всякие вещи собираем перебираем думаем что выкинуть думаем что взять с собой вот это вот вот это вот все и в общем когда я стандартную раму сама упаковываю работу я стараюсь чтобы она у меня была без всяких рюшечек бантиков без паспорту а вот просто натянутой все ну не знаю такой у меня бизик чтобы колхоз не лес нет моя бы воля как деревенской девочки я бы все рюшечками бантиками украсила вообще оставила бы живого места как говорится но хочется правда чтобы работы выглядели достойно это они же не виноваты в том что вот у такой вышивальщицы как я нет денег на оформление но они достойны самого лучшего оформления и вообще любая ваша и моя работа она достойна того чтобы быть на витрине самого дорогого магазина или самой дорогой галереи потому что это человеческий труд потому что это ручная работа уникальная даже если вы вышиваете по схемам которые выпускались там тиражом и сотни тысяч экземпляров все равно вот именно в данной конкретной работе где-то ошиблись уже плюс к уникальности плюс к тому чтобы быть с автором автору схемы но в общем вашу душу ваша душа это самое ценное что есть в ваших работах ваша душа и тепло ваших рук не бывает такого чтобы работа была без души раз вы ее выбрали значит она вам нравится значит частичка вас не уже осталось но это мое мнение лично мое я наверное романтик да мне писали где-то в какой-то соцсети что я не от мира сего восхищаюсь крестиками а это тупо механика тупо берешь и шьешь по схемам ничего в этом такого нет как практически как уборщица но я так не считаю я так не считаю я сейчас занимаюсь просто вплотную ватной игрушкой аля ссср и я понимаю насколько это тяжело ручной труд такой творческий насколько это и затягивается до стороны и нравится и муторно аллергия на клей а клея у меня ведро ну не 5 литровая но близко к этому куплено я не не замешиваю сама клестер я не могу выкинуть мне надо его закончить потому что это несправедливо выкидывать клей это дорого вот и приходится мириться с тем что пить аллергии таблетки и дозировать допустим день подверглась аллергии поработала с клеем два дня отдыхать ну делать ту же самую работу по водным игрушкам но там много всяких этапов каркас например с проволокой работать или с фольгой но вот так вот тихой сапой продолжаем работать и ценен должен быть оценен ручной труд я понимаю что вышивать крестики это не такая уж умудреная работа это простейшая механика но почему тогда не вышивают каждый первый или каждый второй почему тогда мне прилетают такие комментарии например что ой так там что такое вылупище такое дело интеллектуальное то мол подари а ты себе еще вышлишь вот такие вот комментарии они очень интересные я уже помню поднимал в каком-то из ответов на теги этот вопрос но раз вы считаете это таким элементарным занятием и простейшим то выжить и себе сами почему и даже дарить вот вот это мое время моя душа и в конце концов ладно если абстрагироваться от того что это труд работа время здоровье потому что сидишь скрюченный то это прекрасная замена расслаблению организму после тяжелого трудового дня вместо сериала мы же вышивачицы вообще можем как александр македонский несколько дел одновременно делать то есть получается что вместо вместе с тем чтобы включить себе сериал какой-нибудь вот я детективы смотрю по под вышивку или ужастики вышивка помогает спрятать глаза в самом страшном месте вот открываем вам секреты и начинаешь резко быстрее вышивать чтобы это место чтобы быстрее вот эта вот сцена прошла неприятная но совсем неприятные не ужастики я не люблю и не смотрю вообще где там кровищу я не люблю вот поэтому что мешает тому человеку который просит подарить вместо вот сиденья глядения в монитор телевизора взять это же вышивать как и мы с вами ну что-то значит не дает что-то значит не хочется лень а нам не лень и вот за эту не лень я не должна дарить в общем я не должна дарить нет я дарю свои работы тем кому хочу и кто их ценит кто по достоинству мой труд оценивает и бережет кто не выкинет мою работу это единицы наверное если вы вышиваете вы тоже знаете что мало людей до ценит вышивку к сожалению главное что мы с вами собираемся по интересам вышиваемся по интересам сдруживаемся улыбаемся друг другу поддерживаем друг друга мотивируем друг друга и вот еще ладно уже я финале уже свое выступление такое вне кадра но я не очень хорошо выгляжу мне не хочется вам настроение портить поэтому я сегодня вне кадра я хочу вам пожелать сил душевных физических улыбок побольше скоро новый год новый год это прекрасный такой повод там если вот что-то привязалось то что не радует то что печалит оставить это в прошлом году и вступите новый год как в новую жизнь загадать желание сделать себе просто ну такой поворот судьбы к счастью навстречу к счастью обязательно чтобы не надо чтобы все завидовали у меня что-то такая мысль чтобы все завидовали нет это не надо зависть это плохое чувство для всех разрушительное чтобы все восхищались вами и провожали взглядами вас ваши работы даже если вы не вышиваете любые работы в любой сфере в любом творчестве даже если вы не в творчестве тогда просто провожали взглядами и восхищались я вас очень сильно всех люблю и благодарю за лайки, за комментарии пишите, если вас что-то взволновало пишите сразу, потому что я вот за собой замечаю, когда иногда мысль какая-то возникла, слушаю блогера, а к концу ролика я ее уже забываю, поэтому у меня по 700 сообщений просто каждому человеку если я смотрю и действительно что-то прям зацепило, хочется высказаться я на протяжении всего ролика высказываюсь а потом понимаю, что блогер уже ответил на этот вопрос, ну и ладно ему же приятнее будет в конце концов все мои люди с вами была Леся из сказочного леса всем пока и всех обнимаю Друзья мои, вставка на будущее время я призываю вас подписываться на свои каналы в Рутубе, в Дзене, там в Дзене в принципе копируется то, что в Рутубе и иногда пишутся статьи, но поскольку времени у меня маловато, то редко, реденько, но если вы будете проявлять активность, если у меня будет много подписчиков, у меня будет больше стимула, потому что ни с Дзена, ни с Рутубы, ни с Контакта, тем более я не получаю никаких денег подписывайтесь в ВКонтакте на меня, есть группа «Сказочный лес», это творческая группа с играми и есть также группа «Вышивка даром», «Россия», но там уже не только «Россия». если вы договоритесь между собой в личных сообщениях, вы можете за рубеж отправлять остатки наборов, наборы, которые разочаровали и больше их не хочется вышивать в общем, это такое сообщество друзей, которые готовы либо подарить, либо продать за недорого вариантов много какие-то, какие-то именно вещи для творчества, не только вышивку, но и алмазку поэтому я вас жду в любой соцсети, я не знаю, что будет с Ютубом и подписывайтесь, давайте вместе творить добрые дела, давайте вместе останемся с вами на связи, чтобы не случилось